Всем привет! Добро пожаловать в мой мир, мир домашнего кондитера. Сегодня у нас вновь пряничный день. Будет безумно актуальная тема в мире тортов. Это космос! Начинаем! Итак, сначала хочу вам показать, какие формочки я использовала. Это вот такие вырубки со штампами ракета и летающая тарелка с инопланетянином. Ссылочку на магазин оставлю в описании. И теперь цвета. Айсинга, который я использую для моих космических пряников. Оранжевый, зеленый, желтый, красный. Это у меня голубой. Это голубой смешанный с капелькой черного. И синий смешанный с капелькой черного. Окрашиваю айсинг я обычными гелевыми пищевыми красителями. А вот и мои космические пряники. Это у меня 4 звезды, 3 планеты, летающая тарелка и ракета. Начну, пожалуй, я раскрашивать с этих маленьких звездочек. Расписывать звездочки я буду желтой к глазурью. Отрезаю маленький кончик у кондитерского мешка и наношу. Напомню, что я пользуюсь айсингом пограничной консистенции между контуром и заливкой. То есть я расписываю пряники без контура. То есть я заливаю айсинг сразу на весь пряник. Поехали! Одна звездочка готова. Таким же образом расписываем все остальные звездочки готовы. И они у меня отправляются на ровную поверхность отдыхать, подсыхать несколько часов. Теперь пришел черед планет. Планеты будут все у меня разноцветные. Одна будет желтая, другая будет синяя и третья будет красная. Итак, три мои планеты готовы. Они отправляются тоже к звездочкам, сохнут на несколько часов. Следующая на очереди у меня летающая тарелка. Сначала я хочу раскрасить корпус синим цветом, потом уже все остальное. Я напомню, что детали, которые находятся рядом, одновременно мы не раскрашиваем. То есть нужно ждать, когда схватится айсинг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будут вот такие голубые с добавлением черного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, летающая тарелка и ракета у меня раскрашены. Теперь я их оставляю на ровной поверхности на несколько часов, на 4-5 где-то. После чего я уже буду их дорисовывать. Мои пряники полежали где-то 4-5 часов, какие-то 4-5, и теперь я начинаю свою самую любимую часть. Это отрисовка пряников, делаю контуры, блики. Начну я со звездочек. У меня есть вот такой жемчужный гандурин, мягкая кисть. И сейчас я прям не разводя его, хочу нанести на звездочки. Покажу ближе. Вот видно, как сразу пряники начали мерцать и переливаться. Контуром звезды я не буду обводить черным красителем. Оставлю так. Следующий на очереди планеты. Контуром я их не буду обводить. Я просто возьму, у меня есть вот такая широкая кисть. Возьму черный-белый пищевой краситель и вот такими движениями просто сделаю такие мазки на планетах. С желтой планетой мне захотелось сделать имитацию луны. Я взяла белый пищевой краситель, коричневый и сейчас буду делать кратеры. Этой кистью я просто растушевывала коричневый краситель. Сейчас на эту же кистью я хочу взять белый и пройтись еще белым. А теперь я коричневым красителем оттенила еще вот с боку каждого кружочка. И все, вот у меня получилось три планеты. Итак, теперь у меня ракета. Сначала я беру самую тонкую кисть, беру черный пищевой краситель и сейчас просто обведу ее сначала по контуру. И теперь я делаю блики вот такой кистью и белым пищевым красителем гелевым и серым, то есть смешиваю белый и черный. Музыка. 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 Покажу поближе ракету, она получилась такой объемной и как будто металлической. И теперь буду раскрашивать летающую тарелку. Черным контуром я обвела, нарисовала глаз инопланетянину. Сейчас я сделаю ему белые блики на глазике. И теперь сделаю белые блики на стекле, на иллюминаторах, а на корпусе уже будут, так же как на ракете, белые и серые. Ну что ж, летающая тарелка тоже такая у нас получилась объемная и с металлическим эффектом. Ну что ж, вот такой космический набор у меня получился. Мне он очень нравится, он очень здорово подойдет для украшения торта Космос, когда вот именно сам торт в таком космическом стиле. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео, что вы обязательно попробуете тоже сделать ваш Космос. Спасибо большое, что провели со мной эти минуты. Пока!